Многие века профессия врача остается одной из самых уважаемых. И Видновская районная клиническая больница, а также другие медицинские учреждения Ленинского округа гордятся своими специалистами. В историко-культурном центре наградили лучших представителей профессии. Среди них не только доктора, медицинские сёстры, их первые помощники, лаборанты, другие необходимые специалисты. Кобякова Алевтина Ивановна, старшая медицинская сестра Витовского перинатального центра. Заведующий гинекологическим отделением Витовского перинатального центра Николай Саваев в профессии уже 37 лет. Кушерская гинекология – это такая специальность, когда часто встречаемся на стыке жизни и смерти. Я выбрал свою нишу – это гинекология, это хирургическая дисциплина, самая тяжелая, самая ответственная, наверное. Много почетных гостей присутствовало на торжественном мероприятии. Руководство муниципалитета, депутаты. Но прежде всего это люди. И каждый хотя бы однажды нуждался в помощи медиков. В своих выступлениях они сказали много добрых слов. Мне сегодня очень приятно поздравить вас с профессиональным праздником. В целом хочу сказать, что вопросы и задачи медицинского обслуживания, развитие этой сферы всегда находится в сфере самого пристального внимания правительства Московской области. И, конечно же, губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Мы вас очень любим, ценим, уважаем. Вы для нас люди очень благородной, нужной и важной профессии. Поэтому крепкого вам здоровья, благополучия, сил, энергии. На самом деле профессии ближе к Богу. Вы добровольно приняли решение нести клятву и принесли эту клятву. Военный дает клятву Родине, а доктор дает клятву людям. Ваша работа очень нужна. Вы знаете, это даже не работа, это состояние вашей души. Былаю всем вам всего самого-самого доброго. Самое главное – здоровья вам, счастья вам, благополучия вам и вашим семьям. Педиатр Яна Король за добросовестный многолетний труд получила благодарственное письмо Московской областной думы. Доктор работает с особенными детьми, которым требуется больше внимания. Когда видишь, что ребенок достиг чего-то, чего он раньше не умел, когда он начинает ходить, когда он начинает брать предметы, когда он начинает говорить, когда те дети, которые не умели многого, вдруг, вдруг неожиданно начинают это уметь, это, наверное, и есть та самая большая благодарность для врача. Теплоту вечеру придали творческие номера в исполнении видновских артистов.